Всем здорова, друзья! Сегодняшний гайд у нас будет посвящен Арквардену. Аркварден один из самых дисбалансных персонажей в первой доте. В первой доте, ребят. Что же у него такого дисбалансного? Сейчас я вам расскажу. Поехали! Итак, друзья. Первый спелл на Арквардене это прикольный спелл таргетный, который позволяет очень сильно замедлить и хорошо надамажить. Но есть у этого спелла своя особенность. Давайте же я вам о ней скажу. Смотрите. Вкратце. Этот спелл висит на энеме 6 секунд, замедляет на 50% и наносит ДПС. ДПС равный на первом левеле 15, на втором 30, на третьем 45 и на четвертом 60. Хороший ДПС, но смотрите, в чем же особенность? Когда мы кидаем на персонажа, на энеме, в АОЕшке 225, если к нему подойдет его тиммейт, то этот спелл перестает работать. Это особенность данной способности, которая в принципе контрится банально подходом к крипам, ну или просто даже если тиммейт и какой не тиммейт, блин, просто он может вам так помочь очень сильно. Спелл на самом деле очень мощный. Монокост у него маленький, 75 маны всего и калдаун 20, но калдаун у него реально хороший, но спелл, ребят, очень топовый. Запоминайте, что если рядом есть какой-то юнит, к нему подходишь и ничего не наносится, но как только от него отходишь, пошел дэмэдж и появляется замедление. Все очень просто, ребят, по этому спеллу. Запомните, что к контра этому спеллу просто подойти к тиммейту или чтобы к вам подошли на АОЕшку 225. По этому спеллу все, поехали на второй. Второй спелл на зете очень прикольный. Он создает поле, которое, если ты находишься в нем, дает по тебе промахи стопроцентные, плюс дает бонус атак спида. Еще так же это работает на товара. Очень даже прикольно дефит хайграунд, но данный персонаж, ну его не пикают, вот в нормальных играх его не пикают, потому что он, ну дисбалансный, ребят. Очень сильный дисбаланс от этого персонажа идет. И почему, спросите вы? Хотя бы даже из-за второго спелла. Смотрите, вот такое вот у нас поле. Давайте докачаем, наверное, четверочку, да, но сначала разберем. Смотрите, длительность на первом левеле 3,5, бонус атак 50, на втором 4 секунды 60 атак спида, третий левел у нас 4,5 секунды длительность 70 атак спида бонуса, и четвертый 5 секунд идет, и 80 атак спида бонуса. Калдаун 50, давайте прокачаем. И смотрите, имеет у нас 275 АОЕ. И что у нас будет происходить? Смотрите, я ставлю круг под себя, направляя сэфов, чтобы они убили, а они промахиваются, а я бью быстрее. То есть такая тема, что очень сильно можно сейвиться. Но есть такая тема. Еще, как бы я говорил уже, что работает на тавера, но тут я, к сожалению, сейчас не могу вам показать, крипы должны подойти. Давайте подождем, крипы подойдут, и я покажу, как это работает на тавера. Крипы будут промахиваться по таверу, также тавер будет долбить с 80 атак спидом бонусом. Это очень прикольно, на самом деле, я вам скажу. Пока я там говорю, насколько второй спелл дисбалансен, я вам расскажу, как работает это поле на энэми тавера. Энэми тавера будут промахиваться непосредственно по самому герою, но по крипам и некрономикам будут попадать. Вот, в принципе, и весь секрет. Смотрим дальше. Промахи маны берет 110, калдаун 50. Калдаун очень большой, но, но, реально дисбалансный такой спелл, ребят. Вот, ну, чисто по факту, по факту дисбалансный спелл, но ультимейт не менее дисбалансный. Так, давайте поставим поле. Смотрите, как тавер разгоняется. Вот теперь представьте, с ультимейтом будет у нас два поля, но об этом чуть подальше, подальше немного пройдем. И будем разговаривать, и как можно будет дефить. В общем, по этому спеллу все, давайте посмотрим третий. Третий спелл у нас тоже, ребят, прикольный. Такая ловушечка на очень большое расстояние. Мы можем кидать ее вот отсюда даже, смотрите, какое расстояние. И что она у нас будет делать? Смотрите, вот просто расстояние где-то примерно 2000. Вешается вот такая хрень. Калдаун у нас 4 секунды. Что она у нас будет делать? Она будет у нас наносить дэмэдж, если кто-то рядом пройдет. То есть, допустим, смотрите, напряжем сейчас немного СФ, но я думаю, он не умрет от первого левела. СФ такой идет, и раз, к нему вот эта хрень притягивается, и получает СФ дэмэдж. 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 Вот, и в принципе, вся особенность этого спелла. Этот спелл можно кидать как-то вот так вот, смотрите. То есть, тут СФ энеми не будет видеть эту тему по-любому. Даже не важно, кто СФ, не СФ. То есть, можно обузить вот этой темы. Наносит, на ласт левеле у нас наносит 300 дэмэджа. Калдаун у нас всегда 4, но монокос сотня. На 83 карте этот персонаж в третьем спеле немного получше, потому что маны там берет намного меньше. И в принципе, вот такая особенность. Знаете, как делали раньше? Брали вот так вот. То есть, ну не тпшили через шифт. Вот, брали, смотрите, в тавер закидывали, и в принципе, не видно этот спелл. Смотрите, в тавере этот спелл не видно. Так же и здесь. Смотрите, в принципе, его не видно. И когда энеми персонаж, энеми персонаж блочит крипов, и встречает первый, первый вот этот тавер, и, к сожалению, он умирает, потому что получает дэмэдж с вот этого вот спелла, и все довольно-таки просто. Этот спелл просто очень классный. Реально классный. И висит эта тема, сколько можно настакать, я не знаю. Сейчас я примерно поскипаю, посчитаю, сколько можно его настакать. В общем, ребят, посчитал. 12 штук можно вот таких вот поставить. Когда я ставил 11, 12 уже лопнуло, и все они поочередно сейчас будут лопаться. 12 штук таких можно наставить, потому что по времени они живут. Но четко получается где-то примерно секунд 30. Тут я не вижу о том, что написано, сколько они живут. Но висят они довольно-таки долго. 8-7 штук спокойно в одно место можно по 300 дэмэджи накинуть. Но в чем фишка? Когда стоишь на мидлейне, очень можно зонить энеми. То есть, допустим, персонаж стоит здесь, и мы по чуть будем поднакидывать. И если начнем бычить, он будет уходить назад. К сожалению, он получит дэмэдж. И умрет, скорее всего. То есть тут есть свои комбинации с этим спеллом. Можете его прятать. Рейндж очень хороший. И дэмэдж тоже хороший. Наносит, кстати, магический дэмэдж. Тут также это написано. В принципе, все просто. Давайте посмотрим ультимейт на данном персонаже. Давайте сначала вкратце посмотрим, что у нас тут делает ультимейт. Смотри. 30% хитпоинтов и монопоинтов, типа 15% и 0%. О чем это говорит? То есть, при создании нашей копии, полностью идентичной данному персонажу, будет сниматься у нас 30% на первом, на втором 15% и на третьем 0%. 0% сниматься. Смотрите, прокачаем. И идет эта тема 20 секунд. Главное запомнить. То есть, когда мы создаем вот такую нашу копию, полностью идентичную, у нее также можно юзать айтемы, будь то Мидас, Дагон, Эзериал, Хекс, Манта, все остальное. Пайпы, Худы, Мекки. Но Худ и Пайп не будут работать, потому что там специальное наложение, чтобы не обузили, чтобы не собирали 6 Мек всей команды и бежали хилить друг друга. Вот, и также на нашей, вот этой идентичной, можно сказать, давайте будем назвать это иллюзией, потому что это реальная иллюзия. Она имеет свойство, ребят, можно отличить, настоящее это арк или нет, на 83-й карте вроде это нельзя сделать. И у нас имеет он такие же способности, как и наш герой. Вот мы можем просто накидать бедного СФ, а то есть, получается, у нас уже не сколько, получается, раз, два, три, не три скилла, а шесть. Не считая уже инвентарь. Понимаете, о чем речь? То есть, именно поэтому я лично считаю, что этот персонаж очень дисбалансный. Реально, очень дисбалансный, ребят. Просто говорить, что он такой же обычный персонаж, как и все, это, ну, как минимум глупо. Знаете, как минимум глупо, потому что можно юзать даже инвентарь. Если мы покупаем Медас, мы Медас можем закидывать каждые 55 секунд по колдауну. Хотя, знаете, сколько Медас у нас, КД, что 100 секунд, типа, да? Но это такой, на самом деле, бред, ребят. И некрономик он также можно создавать от нашей иллюзии. И, в принципе, дэмэдж, кстати, она тоже такой же абсолютно идентичный на носе с руки. Посмотрите просто, СФ у нас также страдает абсолютно. Как и этот, сейчас смотрите. Дэмэдж абсолютно идентичный. И, то есть, это стопроцентная иллюзия. Это даже иллюзия жестче, чем иллюзии у хаоса. Чтобы вы понимали, ребят, вот смотрите, идентичный обычно... Ой, боже, я уже подзапутался. Идентичный абсолютно наносит дэмэдж. Плюс инвентарь, плюс скиллы. Да, это просто дисбаланс. Реально, ребят, дисбаланс серьезный. Ну, в принципе, вроде все, все фишки рассказал по этому персу. Осталось только показать, как этим персонажам можно бахать, что им можно делать. Как стоять линию, мы пойдем на мидлейн, будем собирать определенные артефакты. И, в принципе, на этом обзор данного персонажа по скиллам закончен. Все, что нужно на нем знать, я вам рассказал. Поехали, посмотрим видосик, что же получается в игре. Так, ребят, начинается у нас файт, но, скорее всего, Урса будет тут умирать. Да, Урса умирает. Забираем. Ну, я буду стоять. Мне нужна руна, даже ценой смерти. Нет, я ее тут не заберу. Так, ну и мру я. Ну, соответственно. Ну, ничего страшного, на самом деле. Бывает и получше, бывает и похуже. Но, главное, забрали и руну не забрали. Все, как обычно. Но, на самом деле, этим будет интересно. Так, в общем, пытались мы. Пытались забрать руну. Ну, там, как обычно, эти хитбоксы здоровенные вообще бесят, если честно. Взял я в Рейсбенд. Не как обычно все любят делать сразу там фаст. В перчатку сразу выходить. Ребят, не знаю, не вижу смысла. От перчатки в начале. Атак спит. Ну, да, окей, норма. Но, все равно, все равно, считаю нужным. Смотри, как у нас у Урса. Там сапог, Орба. По гайду Азеса, наверное. По гайду Азеса. Слушайте, я не знаю, походу мне тут придется прокачать второй. Чтобы эвейдить его. Парнишу это. На третьем левеле начнем прогонять с линии. В принципе, в Рейсбенд нам помогает очень хорошо харассить и, в принципе, неплохо добивать. Да, найс, добиваю, как обычно. Первая карточка. С утреца пораньше для гайдика. Разминочка. Ну и будет интереснее. За некоторые фейлы будет интереснее, на самом деле. Промах. Попадание. Попадание. Но надо его задрачивать. Опять промах. Итого 50% промаха вылетело. С четырех тычек. Оп, уже меньше. Оп, еще меньше. Нормально. Затрачиваем пацанишку. Опа. Собирается убивать меня. Убивиться. Крипу подошел, демэр не получает. Молодец. На Урсе. Оп. Ну, выживет. А, нет. Найс. Найс. Ну, зашугали, зашугали. Закошмарил, так сказать. И это хорошо. Не даем Урсе никаких поблажек, потому что Урса такой персонаж, которому нельзя давать поблажки. Нельзя давать никаких. Ну, инвокер заберет. Это закон джунглей. Забрать дабл демэдж, который ему нахрен не нужно. Который ему нахрен не нужно. Это, к сожалению, имеет место быть. У него, кстати, очень прикольная тычка у Арка. Довольно-таки, ну, реально прикольная. Не знаю, мне нравится его тычка. Она такая, знаете, вроде кажется безобидной, но на самом деле тычка очень серьезная. Так, ну Урсу надо подзатрачивать. Урса, в принципе, боится меня. Это я чувствую. Ребят, пока тут руны нету, я возьму сапог и пойдем. Пойдем. Вот там. Надеюсь, тут будет руна. Да, тут есть руна. Никто не законтрил, соответственно. И поехали дальше. Не хочу, честно, промах ребят, качать. Вообще не хочу. Урсу я не боюсь. Вообще не боюсь. Урсу я не боюсь. Он, в принципе, если начнет ко мне подходить, я просто откину флукс. Флукс. Флюкс. И усе. Все хочешь. Иди к крипам. Эх. Жалко. Жалко, жалко, жалко. Не, не доиграл. На самом деле мог его забрать. Мог забрать. Там еще и промах. Ну ладно, ничего страшного, на самом деле. Главное фармить. Почему боттл, скажешь. Скажете вы. Они хилочка и маночка, как обычно. Это же дешевле. Ну, во-первых, я привык бегать по арунам. Это первый момент. Второй момент. Можно будет через контрол мазать своей ультой себя же. То есть, кто не знает, как через контрол мазать. Ребят, ну, земля пухом. Я постоянно объясняю, как это делать. Но некоторые просто не понимают и бесятся. Азес, ну как ты так делаешь? Ну, это же дисбалансно. Главное, один мазок хотя бы или два мазка оставлять в боттле. И не прогуливаться. Сейчас пойдем на топ руну. Фарма у нас тут все хорошо. Все, погнали на топ руну. Курсик у нас отошел. Овнет у нас тут снайпера. Ага. Вот она, ваша топ руна. Осудите меня, потому что я боттл потратил. Он инвиз там взял и пошел. Хотя, у них же тут вард стоит. У нас, вернее. Вряд ли он там взял инвиз. Он просто в наглую пошел и никто за ним не следил, в принципе. Так, ну такое. Так вот. И добивать будем. Хорошо. Пока фармим, пока все хорошо, ребят. Тоже не стоит думать, что вариант там, типа пойти сейчас гангнуть. Без боттла, тем более, не очень, если честно. Опа. Вот так вот. Хорошая реализация, ультимативный, но... Но, к сожалению, ребят, нету боттла, чтобы отхиливаться. Можно там гус еще давать с нашей иллюзии. Нам же... С нашей же иллюзией можно нам же тангусы дать. То есть, один там танго. И как бы вот так и жить. Прикольно, чего нет. Да. Блокер там даблкил сделал. Ну, что-то не знаю, какой-то овнинг идет по карте. Надеюсь, будет камбэк хоть какой-то. Потому что это неинтересно будет. Тогда неинтересная игра. Придется ее немного перезаписать, чтобы было вам немного поинтереснее посмотреть по самому геймплею данного персонажа. Слушайте, я пойду на руну, мне нельзя руну эту прогуливать. И будем хилиться от ультимативной. У нас не фулл хитпоинты. И это значит, будем лучше отхиливаться. Слушайте, мне вот интересно. Руну... Руну, по идее, нельзя будет нажать в зете, в ультимейте. Сейчас посмотрим. Смотрим. Сейчас посмотрим. Это даже довольно-таки интересно. Я сам, если честно, не знаю, что будет, если завязать руну. А ну руна, по идее, не возьмется. Ну сейчас мы что-то еще подфармим тут. Опа. Никто не хочет идти на мидсы, боятся зета. Какое. Чен там. Холи Чен ходит. Все. Гоу. Да. А, смотрите, я обманулся. Я прогулялся, ребята. Будем ждать еще одну ультимативную, потому что, смотрите, руна нажимай, руна. Не работает. Руна не работает. Это плохо. Это плохо, ребят. Руна не работает. Ну, будете знать тогда тоже, ребят. Я тоже не знал, если честно, но думал, так можно обузить. Но новость в пятой карте оказывается обузить. Нельзя. Нельзя. Так, но стою тут без хитпоинтов. Жду опять ультимативную, потому что это уже будет второй раз. Пушу просто тавер. Просто пуша тавер. Гоу. Есть меда. Заодно со следующим ультимейтом закинем меда. Хороший тайминг, в принципе, на меда с такими айтемами. Ну, у нас 3 на 1. Урсу выиграли. Снайпера выиграли с ультимейтом. Так, промах в упор. Сейчас бы в упор промахиваться. Сейчас бы в упор промахиваться. Очень страшно. Упор промахиваться. Это нормально, ребят. Запоминайте. Так, гоу в лес. Нырнем. А хотя, в принципе, нам надо тавер забрать, ребят. Найс. Хорошо. Отлично. А че ты не кинешь первый? Мол. Че не кинешь первый? Он задизайбл. Там иега. Ну, в принципе, можно будет его еще раз убить, но уже с рудной. За нами пошел, нет? Пойдет. Урса, да, погайди-ка, Урса. Пошел, типа, сразу там рошек, не рошек. Вся вот эта тема. Масочка. И, ну, вот я рад, что на самом деле начинают пользоваться профитом. То, что я делаю. Хотя бы и кап чуть-чуть. Обучение какое-то идет, потому что чаще начал видеть игроков, которые реально что-то начали в играх делать. Кидай Мидас. Боже, он на фейзах. Боже, какой же он быстрый. Надо убегать отсюда. Я тут не убегу, ребят. Никак, у меня нету первого. Очень быстрый. На фейзах. Очень много мобспида. Ну, до флюкса дожить, в принципе, и можно жить. Но я тут не доживу. Все, найс. Боже. Просто злейший кусок. Злейший кусок на Урсе. Вот без промаха. Все, сейчас будет промах. Сейчас будем с промахом душить. Но он умрет сейчас от ловушки. Хорошо. Боже, как же я сейчас засурвайвил. Можно сказать. Чей Рики. Спрашивает парень. Кидай Мидас. Надо руну, ребят. Руну. Пошли в флейму. Боже, как я сейчас тут выжил. Не знаю, ребят. Берем руну. А, она и старая руна. Ладно. Хиль. Хорошо. Хорошо. Если успею, еще Мидас закинуть. Хорошо. Успеваю, еще Мидас закинуть. Мидас закинуть. Моя смерть у тебя. Да, мастер. Я рада тебя обману. Ха. Боже. Такой трэш. А, Найтс меня тп хвал на Мидтавр. Ничего страшного. Ничего страшного. Страшного. Вот отомстил за тебя, пишет чел там. Минвокер там кому-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Почему меня сюда тп хвал, я, если честно, не в курсе. Урса там три полкила делает. Посмотрите просто. Ну, игра будет интереснее, походу. Интереснее, чем кажется. Огр, как мне прописал-то неплохо. Возможно, Урса будет... Хе-хе. Боже, просто со второго. Но я не знал, что он второй качает, честно. Тупо второй. Странно, что Чен без леса. Ну, не по гайдику, не по гайдику. Но есть у нас Снекра, в принципе. Ребят, с Снекра мы сейчас будем работать. Главное, закидывать Мидас. Закидывать Мидас и все. И все. Закидываем Мидас, у нас есть и есть Даггер. И, наверное, сейчас завардим, ребят. Потому что без вардинга я не вижу смысла. Урса ходит, спокойно доминирует. А это неправильно. А это неправильно. Урсы мы можем спокойно законтрить. Потому что у нас уже есть промахи. В принципе, при правильном юзании спелов можно, в принципе. Наизе. Можно наизе. Хорошо. Поехала. Баунтихандера у нас тут ловят. Погнали. Тот пацан умрет, по идее. Вот так вот. Шон. Собрали пачку некров. Боже, где? Вот так вот. Мидас еще успеть кинуть. Курсу законтрим. Хорошо. Нету скиллов тут. Не бить просто. Монета у меня. Из-под лыга. Все. Все, он наш. Хорошо. Собрали пачку некров. Пойдет. Идет. Есть некра 2. Главное, урсы законтрили. Остальное мелочи. Кто ты, поэшица? Бедный огур. Хорошо. Бедный огур. Неужели некра 3 сейчас сделаем? Жалко, ботла нету. А некра есть 3-го уже, в принципе, 13-го минута. Некра это хорошо. Это хорошо. Ну, а это плохо. А это хорошо. Есть флюкс. Можно даже попить на развороте, пока он дизейблен. Но не снимает он, кстати, этот спелл. Ну, он не умер. Чак. Нету с туманами, мне не хватает просто. Не хватает. Пойдет. Хорошо. У некров создадим и погнали. Я на базу пошел. На базу пошел. Так, есть 2 некра еще. Дополнительно. Пока у нас. Ребят, кстати, очень важная тема на арк вардене. Ну, стараться не фидить некрами, потому что за некров очень много дают золота, ребят. Очень много дают. Это вам чисто лично от меня совет. Фидить некрами это такое, это последнее дело. Которое можно... Дочного гайда адекватно. СПС. Ну, пишем СПС. Так, есть некра в троечку. Травела. Дальше травела по стандарту. В принципе, игра на этом у них закончится. Травела по стандарту. Травела по стандарту. Тут вард, возможно, есть. Нету варда, это хорошо. Отойдем. Ютубчик горит. Ничего не горит, бота. Вообще. Хорошо. Хорошо. Ну, потом мы сейчас будем идти. Будем закидывать некров. К топ-линию. Куда ты пошел? Через шифт нажал, типа, атаковать. Он побежал куда-то вообще непонятно. Так, есть у нас почти ультимативное. Это значит, что можно будет еще раз закинуть. Пемидас. Хорошо. Хорошо. Это минус товар будет. Мил минус товар. Травела. Есть. Ну, тут просто какой-то экшен происходит. Просто какой-то экшен. Вся команда что-то делает. Это очень даже... Ничего себе такое. Очень даже ничего себе такое. Ну, дальше я не пойду. Пусть ребята идут, фидят, кормят. Так, ну, я апну куру и возьму себе вардов, потому что это не игра. Это не игра. Ребята думают, что так надо играть без вардов, без ничего. Мне такое не кайф играть. Такое не кайф играть. Все. Найс. На линию выйдем. Хорошо. Найс. Срюзнули опять. Трава. Да, там Чен просто... Я думал, хотел сказать, Трал Чен там просто взял и ушел. Найс. Отлично. Ну, Некра там разбираются, на самом деле. О, боже, собака. Замолкни! Не понимаю этого прикола. Сейчас бы выйдь на собаке. Ну, я тут, ну, достаю. Спелл. Сейчас бы придет. Дай. Я вижу. Я вижу. Я enam cat. Я тебя... О, боже. Что ж такое? Запарил. сейчас напрягает когда собака начинает быть просто так типа знаете когда сирена там проезжать к кончить машина проедет там или еще что-нибудь позже я так и не это ничего нет и не заюзал сюда кангариту курсы хотя он нормально так чё дальше делаем либо дезоль либо манты ребят next а май темы выходят потому что тут типа такая тема так варды варды нельзя к сожалению ребят плодить насколько я знаю на арк варда не это норма норма варки пропадают сразу все отхилили мы сейчас пойдем правим это так сами поставим этот вар тут крипчика будем бить не знаю можно сразу рапиру рапира не выпадает после смерти ребят после смерти иллюзия на вернее иллюзия даже не убирать так что вот такая тема вот такая тема ждем ультимативно курсы там опять роша забрал пытается камбэк на тюрса через рошана потому что через рошана как правило камбэкать намного легче чем в принципе вообще так ну на низу какой-то файт возможно сейчас я сейчас тупо в то буду ходить тупо в то буду выходить потому что у нас удалось что там курса там курса там курса там пушим до конца 20 минут заходим на хайграунд это это игра в с можем тут крипы крипы ряда много крипов он не будет под флюксом хотя бы сторону снесли так этих некров на видеть не будем а вот этих можно этих можно забавно давайте что не такое дизоль наверное сделаем или яша можно в принципе тут вариативность сейчас собирать вообще в принципе огромное сейчас собирать локер в x нет просто на треке такой быстрый умер у нас тут пак топ снесли изи в принципе топ сносится ребят на z такой персонаж который реально ну просто на изи ломает стороны как видите просто я взял собрал некров некра вызываются бараки падают все как надо сейчас будет без оль золем вообще просто на изи будет в принципе можно будет тупо одной иллюзии что-то брать кого-то убивать это очень чем даже дисбалансно допустим это будет уже выглядеть вот так берем отправляем на центр пойдем настоящий скидываем и das создаем опа парень у нас там идиот какой смотрите вот сюда вот сюда он идет до сих пор он там умрет убер просто от некрова запинался парень так в ваш вылетел не я бы не свидетел этого некра если бы не вылетел ваш товар поставим накажем так но собака 5 быть начинал это такое все можем ну я не знаю даже 2 не буду резать он хочет застелить со страйк видос кого не кожанки хорошо еще меда закидываем отлично отлично нет у меня второго сожалению так бы сейчас ези тут да у нас инвокер конечно молодец хорошо соображает в принципе радует даже я если честно удивлен что такая команда попалась но в принципе этим даже и принципе интереснее потому что сразу показано что если ваша команда хоть что-то еще делает то это просто ггвп на этом персонаже тут победка стопроцентная будет победка стопроцентного возьмем руну сейчас еще рунам будет еще рунам будет хорошо отпеваемся возьмем копьемся вот так вот вот это окей пацана хорошо промах промах в тайминге промах в тайминге нехорошо ну далее просто рапира тут и ну тут даже в принципе я не знаю я на таком персонаже выигрывал в принципе и один из девять тут очень легко выигрывается на данных персонажах на данном персонаже потому что тут типа 24 минуточка это смешно рили что 20 20 вот 24 минуты просто минус со стороны со страйком повести таки молодец молодец посмотрите тайнмокер молодец какой не кровь слил 1100 11 на урса урса молодец напишем гг ну в общем вот такой вот вот какая-то такая вот тема получилась но в теории вы все поняли как это делается собирается у нас медас медас также откидывается от ультимативной потом дальше некрас некрами фарминг то есть тут очень большая вариативность требует микроконтроля хорошего хорошего микроконтроля прям хорошего ребят чтобы нужно было успевать все нажимать тут если честно есть проблематично вот допустим игра через bottle через control постоянно все себе нажимать по сути но можно купить хп фласку на хп и на ману и просто по одному клику раз раз намазал то есть на один клик будет уже меньше даже на два даже на два ребят будет меньше в принципе и ну такой вот гайд знаю зайдет не зайдет если что я думаю можно будет принципе еще на стриме порубить на нем персонаж принципе интересный но он такой знаете дисбалансный дисбалансный персонаж потому что ну реле ультимейт такой что просто нажимаешь одну кнопку ты пишешь и создаешь все все айтемы которые у тебя есть и я сейчас пойду ему лицо сломаю вот так вот задавлю просто собаку свою вот и в принципе нажимаешься айтемы но это если честно как это как это баганая тема я поэтому и не люблю сильно этого персонажа и не беру его особо но в принципе ребят объяснил показал о бусте пишите в комментах чё да как лох опять как обычно не умеешь играть и тому подобное всем спасибо за просмотр ставьте лайк если кто не подписан подписывайтесь и все все давайте